Друзья, всем привет! У нас сегодня праздник 9 мая и в честь праздника мы решили сделать себе небольшой выходной и съездить в спа-центр. Обычно, когда нету коронавирусных ограничений, мы ездим в этот спа-центр, ну где-то два раза в месяц, просто отдохнуть, расслабиться. Но, когда нету коронавирусных ограничений, как вы понимаете, много людей. И снять никогда не было возможности этот центр. Сегодня я вам покажу его изнутри, покажу, как можно отдыхать в Швейцарии и сколько это стоит. Давайте пройдем на небольшую экскурсию и вам будет очень-очень интересно. В общем, смотрите, мы уже прошли, зашли из этой двери, потом ты прикладываешь карточку здесь и заходишь вовнутрь. То есть никаких вахт, ничего нет, просто на кассе оплатили билетики и зашли. Здесь зона, чтобы снять свою обувь уличную. И здесь у нас идет, значит, раздевалка мужская и раздевалка женская. Видите, в обувь нельзя заходить. Мы заходим в мужскую раздевалку. И здесь у нас шкафчики. В эти шкафчики мы складываем свои вещи. Вот я свои вещи уже сложил. Нам выдали вот такие вот халатики и полотенца. И давайте пройдем, посмотрим, что тут еще есть. Здесь есть туалеты. Так как мы в моем помещении есть душ, который нужно обязательно принимать. И мы выходим в саму непосредственно зону спа. Вот она, зона спа внутренняя, где у нас сауны, где хамамы, где кто-то нас уже встречает. Да, что-то вы думаете. Добрый день. Здрасте. Ну, мы записываем интервью. Поэтому сейчас пойдемте показывать, что тут еще есть. Итак, здесь у нас что делать? Давай, ты будешь сразу показывать, что везде можно делать. Здесь ванночки для ног. Ванночки для ног. Что это? Что делать с ними? Активирует циркуляцию внутри ног. Ну, показывай. То есть, вот ножки ставишь, да, ставишь. Да, тут холодная, тут горячая. И вот так вот сидишь, да, не знаю, 2-3 минуты, или 15 минуты, сколько хочешь, сколько времени есть. Сидишь, меняешь, сидишь, меняешь, сидишь, меняешь. Там дискомнат. Да, еще чем эта сауна и эта спа отличается от других, то, что здесь нужно ходить и купаться, и заходить в бассейн, и в сауну именно в одежде. То есть, в купальнике и в шортах. Потому что обычно сауны везде, люди голышом, поэтому там, конечно, вообще снимать не получится. В Германии пришло, да, традиционно в саунах с голыми ходят, а вот здесь, видимо, больше такие... Да, а сейчас мы во французской части, поэтому здесь закрыто больше все. Пойдем показывать сауну. Ну, здесь как бы вот зона отдыха, когда ты после сауны вышел. Камин вечером горит. Вечером горит камин. А как нам пройти здесь? Здесь вот так, да? Хамам 45 градусов. Нет, давай прям, иди посмотреть, там кто-нибудь есть в сауне. Вот, покажем саму сауну, как она выглядит. Вот, сауна, значит, 82 градуса. В данный момент могут быть тут, по-моему, 4 или 5 человек. Да, из-за коронавируса здесь могут быть всего 5 человек. Ой, начинает потеть. Но покажем, какой вид из сауны. Вот когда вы сидите, вы сидите в сауне и наблюдаете вот такой вид. Сейчас мы на улице тоже выйдем, все вам покажем. Так, пойдем посмотрим, что еще есть. Есть сауна 56 градусов. Да, она поменьше, тут 2 человека так вмещается. Давай откроем, тоже покажу. Ну тут чиноват. Интересно. О, но зато здесь классно пахнет мятой. Очень вкусно. Так, если пройти сюда, то тут дамская зона. Наверное, мы туда не будем заходить. Там один хамам и одна сауна. А, хамам даже есть. Ну да, вот такой же. Чисто, чтобы, если женщины там стесняются. Плохо, может, не видно. Если женщины стесняются, там хотят уединиться, могут отдельно. Но они там могут голышом уже быть, да, друг с другом? Ну, могут. Ну, пойдем дальше, покажем зону бассейна. Проходи зону бассейна, покажем. В бассейн мы тоже ходили всего один раз. К сожалению, сейчас из-за вируса он закрыт. Вот, тут прям ручку дергаешь и заходишь. Но бассейн выглядит вот так вот. То есть это все тоже включено в стоимость. Сейчас по стоимости мы тоже вам все это расскажем. Тут длинные дорожки. То есть очень классно и комфортно можно. Можно приезжать с сфитом, летом, вообще, тоже на улице. Моним, не везет, не везет детей. А дверь закрыть? Так, все, эту сауну показали. Здесь у нас зоны души. То есть здесь вы принимаете душ, например, тропический душ. Принимаете здесь после сауны обязательно обливание холодной водой. Это мы очень любим. Я даже сейчас, наверное, я больюсь сразу. Не пошло. Ну, сейчас снимаем халатики. Животик подтягивай. Сейчас, конечно, это не после сауны, но все равно я очень люблю обливание холодной водой. Так, и пойдем тогда покажем, что у нас дальше. Здесь у нас хамам. Там человек, наверное. Ладно, в хамам не пойдем, потому что... Ну, причем там снимать не очень удобно будет, все запотеть сразу. Хамам, вы знаете, это 45 градусов, сильная влажность, и очень приятно там сидеть, потому что вкусно пахнет чем-то там, травками или чем-то. Да, давай покажем прям вот. Сейчас выйдем давай. Ой, синее-голубое небо. Подожди, я полотенце свое забыла. Вот, давай возьмем. Давай. Смотрите, потом, когда заходишь сюда... Аккуратно, аккуратно. Здесь есть холодная вода. На нее заходишь, и тоже очень хорошо для циркуляции. Ну, и особенно это для того, чтобы ноги были не грязные, когда заходишь. И здесь написано, что облигатуар принятие души. А вот эта зона, когда зима, тут люди отдыхают. То есть зимой на улице не очень комфортно сидеть. Здесь вот люди сидят, на шезлонах. Да. Я отдыхаю на шестом. Все сняла. Вот, и идем теперь дальше. Все, и идем теперь дальше. Я не снял. Почти что. Не надо. Сегодня ветреная погода. Вот такое заливное поле, заливной луг, где обычно гуляют коровки. Красота. И здесь бассейн. Бассейн, по-моему, сколько, 25 градусов, да? То есть он теплый. 36? О, 36 градусов. И 38 градусов. И 38. То есть зимой можно тут спокойно сидеть. Идет пар из вас. И... И очень мальчишки. Спасибо. Да, и поднимается вот так вот пар. Ты сидишь в ночной атмосфере. Здесь 36 градусов, здесь 34. Но все равно очень и очень тепло. Давай, покажи, как ты купаешься. Вот здесь очень приятные пузырики. Они им как массажные считаются. Ну, расскажи свое впечатление. Нравится? Мне очень нравится. И очень такое, можно сказать, несемейное какое-то чувство. Не слишком большое, огромное пузырька. Но, с другой стороны, все есть, все, что надо. Да, очень... Сауны, сауны. Да, очень-очень компактное место. И давайте теперь покажем, что вот в этих грушах находится. Значит, это груши, это тоже разные сауны. Маленькие на 2-3 человека. Сейчас, конечно, из-за всяких ограничений есть определенные сложности с посещением этого всего. В плане того, что... Вот это вот зона, как бы предбанник и переодевалка. То есть здесь можно оставить, когда вы зимой заходите, вы оставляете здесь полотенчика, все остальное. Заходим в первую грушу, как я их называю. Это груша. Здесь зона без шортов, без купальников и без лифчиков. То есть сюда вы заходите голышом, заходите сюда. Здесь 4 сидения вот такие вот. Смотрите, кожаные сидения. И вот это вот инфракрасный скелет. Или как она называется. То есть здесь инфракрасные такие лампы. Вот. Вы садитесь на вот эти вот сидения. И 30 минут инфракрасная лампа вас начинает греть. Полностью у вас позвоночник. Сейчас покажу, как это делается. Ну, во-первых, здесь еще очень классная музыка. Такая релакс музыка. Вы садитесь. Здесь есть таймер. Вот он пока сейчас не включен. И автоматически, когда вы садитесь на сидение, через пару секунд выключается таймер. Вот он пошел. И вот видите, 30 минут. И 30 минут вы вот так вот должны сидеть. Потом через 30 минут вы просто обливаетесь потом. И вот эта вся задняя часть, то есть полностью позвоночник, внутренние органы, почки, печень, они все прогреваются. И очень прекрасное состояние такое. Но обычно здесь меня всегда вырубают. И через 10 минут просто такой уже лежишь. Потому что тебя просто начинает, как это называется, релакс такой идет, что ты уже не знаешь, что делать дальше. И сейчас я вам покажу вид из окна. Вот когда ты сидишь в этой груши, у тебя открывается вот такой вид из окна красивейший. Ты просто сидишь, наблюдаешь, релаксируешь. И наблюдаешь вот лицезреешь, что это старинный замок, конюшня. Там тоже очень красиво. Приезжает много туристов на автодомах. Видите, какая у меня хорошая камера, какое разрешение. Прям снимает вдалеке. И все прекрасно видно. Так что вот такие вот красоты, заливные луга нам открываются нашим обзором. По вот этим дорожкам ездят велосипедисты, гуляют люди. И полностью все красиво. Самое главное, что в центре вот этого круга из сидений вот такая вот, не знаю, ваза с кристаллами Сваровска или что это такое. Но очень приятная атмосфера. И когда ты ночью здесь находишь, ну зимой, когда в 6 часов вечера уже темно, то это уже ночь считается. И тут все красным, подсвечиваться фиолетовым. Очень красиво. Вот когда мы вышли из этой зоны, надо опять трусишки одеть. Но я трусишки никогда тут не снимаю, потому что смысл их снимать, чтобы потом голые попы сидеть на вот этих кожаных диванах. Мне это не нравится. Я сижу всегда в трусах или полотенце подкладываю. А здесь просто обычная сауна, когда нету кое-вида, конечно, можно хоть 15 человек. А так всего максимум сейчас три прессоны. И тоже вот такая вот интересная бульбочка. Вот отсюда ты тоже сидишь, наблюдаешь. Как люди отдыхают здесь. Или наблюдаешь, как гуляют коровы. Давайте сейчас как раз коровы вышли, я вам сейчас их покажу. Это вот настоящие альпийские буренки. Давайте разрешение побольше сделаем. Вот они красивенькие, альпийские буренки гуляют возле фермы. Как вы слышите, здесь тоже такая приятная музыка. По центру, конечно же, стоит камни. Но здесь тоже, знаете, такая немаленькая температура, 80 градусов показывает. Вот 80 градусов. И все, мы выходим на улицу. Вот она. Здесь мы опять одеваемся, берем полотенчики, халатики и выходим на улицу. И на улице. Опять мы смотрим, как люди отдыхают. Ну как, все, пузырики закончились. Да, я просто загораю. У тебя прям уже лицо загорелое. Правда, красная? Давай вот так от тебя отсюда буду снимать, чтобы люди там, а то начинают люди смущаться. Ну и все, друзья. Вот такой вот центр. Вот такой вот маленький. Это считается как маленький спа-центр. И очень-очень все сделано по-семейному. Ну все, друзья. В заключении этого выпуска вы, наверное, все хотите узнать цену вот этого вот мероприятия, этого спа-центра. В общем, на... Дайте мелодию. 15, 22 или 40. Как вы думаете? Давайте. У вас есть три варианта ответа. Но мы вас уже опережаем и называем сумму. Итак, вы можете приехать сюда хоть на весь день. Можно приехать, например, в 2 часа дня, там в 10 утра и до 8 вечера этот центр открыт. Стоимость на одного человека 22 франка. 22 франка это на русские рубли. Ну где-то полторы тысячи рублей на русские рубли. Так что все могут себе это позволить. Да, я считаю, что это очень недорого. Ну для Швейцарии это вообще недорого, потому что шаурма стоит 10 франков. А тут 22 франка ты можешь весь день наслаждаться вот в сауне, в бассейне. Но мы сюда уже не ездили где-то год, потому что из-за ковида это все было закрыто, были ограничения. И сейчас, вот последние две недели, по-моему, это все открылось. И вот мы первый раз выехали. Нет, сейчас. Первый раз мы выехали. Мы это первый раз, но люди, если что, не стремитесь сразу приезжать сюда. Там тоже определенные правила, надо там идти по... Ну надо звонить, бронировать, резервировать, да. В общем... Не просто... А то приедут... Не, ну я к тому говорю, кому интересно будет, мы... Кому интересно, они же спросят адрес сначала. Мы же их называем. Так что, друзья, всем хорошего дня. У Юли был день рождения, так что можете ее поздравить. Позавчера. Седьмого числа. А девятого числа в Швейцарии праздник мам. Поэтому все, кто живет в Швейцарии, и не только, всех мамочек поздравляем с праздником. С днем победы. Да. А в России день победы. Так что, друзья, всем хорошего дня, хорошего настроения и пока-пока всех с праздником. Еще напоследок хочу снять сейчас бонусом. Вот, когда ты сидишь в бассейне, какой витр открывается. Я считаю, очень и очень красиво. Все, друзья, всем пока.